Три четверти века в лавочке, как порой ласково называют предприятия в Химках, создают аппараты для исследований планет, астрофизические обсерватории, системы дистанционного зондирования Земли и даже космические буксиры. Но началось все со стульев и комодов. Делали мебель и все. И когда понадобилось что-то там укреплять самолеты, решили, что будут здесь делать самолеты. Может быть потому, что во время войны, и начала войны особенно, самолеты делали из фанеры. Во время войны легендарные истребители «Ла» конструкции Семена Алексеевича Лавочкина стали грозой для немецких люфтваффе. Уже в мирное время от авиации перешли к космической технике. В 65-м генеральный конструктор Сергей Королев передает заводу тему исследований Луны и планет Солнечной системы. Вот я выбрал 12 человек, и мы вместе с ними практически заложили все, что нужно было для взятия грунта на Луне. Тогда, в 70-м, советский аппарат успешно опустился на Луну и вернулся с образцами грунта. Вскоре на вечный спутник Земли отправился и автоматический планетоход. Потому что он может проводить как контактные, так и бесконтактные средства. Он может с разных районов получать разные образцы. Больше года на геоцентрической орбите трудится аппарат «Спектр-Р» с телескопом «Радиоастрон» на борту. В НПУ Лавочкина его строили без малого 30 лет. В будущем ожидается запуск трех проектов «Спектр», включая наш проект, который дальнейшее развитие программы «Спектр-Радиоастрон» будет «Спектр-М». Сегодня в НПУ Лавочкина создают новые научные аппараты серии «Спектр». Установленный на «Спектре-УЭФ» аппаратуре предстоит исследовать Вселенную в ультрафиолете. Задача же его собрата спутника «Спектр-РГ» — создать полную карту неба в рентгеновском и гамма-диапазоне. Проект, который сейчас мы готовим вместе с Роскосмосом, это проект называется «Спектр-РГ» — гамма. На этом спутнике будут стоять уникальные приборы, которые смогут, например, увидеть все скопления галактики и Вселенной. С помощью спектров ученые надеются заглянуть в самые дальние уголки Вселенной, чтобы лучше понять, для чего в галактике Млечный Путь существует обитаемая планета под названием Земля.